Мармуська? А, Мармуська? Ну и что, ты наелся? Красавчик! Домой тебя будут забрать, так я не домой. Я еще работаю. Ой, ой, ой. Ешь давай. Ну ты мой хороший. Потерялся маленький. Где-то потерялся. Ну красивый такой он вообще. Я его накормила и он со мной прибежал на работу. Ты где, балбес? Ох, ничего, как ты быстро бегаешь. Видно, что котенок домашний. Ну а что с ним делать, я теперь не знаю. Ты же моя красота. Ну как вот тебя одного оставить? Ну как? Ты мой маленький. Ну что вот делать, я не знаю. Ну сиди пока здесь, что ли. Вот чей же ты? Ну блин, на себе взять не могу и оставить. Его жалко так вообще. Красавчик ты мой. Ты мой красавчик такой. Ну блин, как мне тебя жалко-то, а. Котятки мои, всем доброе утро. Начинаем новый влог. Кто впервые на моем канале, меня зовут Елена. Я сегодня до 4 утра смотрела фильмы на ютубе. В общем, не выспалась. С утра встала, у нас наконец-то дали воду. У нас неделю не было горячей воды. Уже эти тазики надоели. Вот быстренько пошла, помылась. Сегодня у меня по планам сходить в МФЦ. В общем, это уже будет четвертый мой поход в МФЦ. Они мне позвонили, сказали, что так как я поменяла фамилию, нужны еще документы о смене фамилии. В общем, мы опять чуть ли с ними не разругались. Срочно несите. Я говорю, девушка, вообще-то я на работе. Какая срочность может быть? Говорю, я не могу сейчас ничего сделать. И типа, ну как вы так не знали? Я говорю, ну подождите. Я говорю, принесла все документы. С меня их не потребовали. Если, говорю, у вас там девушка сидит, подтупливает, говорю, уже который раз. Я говорю, здесь моей вины нет. Они говорят, а, ну ладно, типа, извините. Ну как сможете, принесите. Я говорю, хорошо, как смогу, принесу. Так, видали это чудо, которое я вам показала? Представляете, я иду на работу. И тут выбегает мне этот котенок навстречу. Я пока вещи пошла, сложила, сбегала в магазин, купила ему покушать. Ну, сфотографировала его, отправила сестре фоточку. Она говорит, все, срочно вези мне его. И это чудо бежит потом за мной. Ну, я его забрала к себе в офис. Он у меня там побегал. Ой, как он кричал. Видимо, от мамки недавно. Потому что он такой весь перепуганный. Ну, сам он такой чистенький. У него и ушки, и глазки. Я все посмотрела. Блох нет у него. Это, видимо, у кого-то он выпал из окна. Потому что у нас там малоэтажные здания стоят. И у всех окна открыты. На улице жарко. Он, видимо, или выбежал через дверь, или выпал с окошка. Но мы так посмотрели, как бы никто его не ищет. Думаю, все, заберу его себе. Тут у меня ребенок захотел, в общем, в туалет. Я его вывела на улицу. И мне в это время позвонили. Мне нужно было вернуться в офис. Пока я была в офисе, возвращаются котенком. Представляете, его нет. Блин, так жалко. Вот так вот нашла и потеряла. Он такой маленький, такой хорошенький. Писклявчик такой. Блин, ну жалко было котенка. Ну, надеюсь, конечно, что он попал в добрые ручки. Или все-таки хозяева его нашли. Так, ну что у меня сегодня по планам? По планам сейчас мне нужно будет перемыть посуду. Потому что у меня тут целая гора посуды. И мы сегодня еще решили с Женей сходить. Помимо того, что в МФЦ мне нужно зайти. Хочу еще сходить в фикс прайс. Опять у меня там кое-что закончилось. Хочу посмотреть, вдруг какие-то новиночки там будут. А, кстати, я же себе переделала маникюр. Сейчас поближе вам его покажу. Вот, девчонки, наваяла. В общем, у меня опять получилось экономия практически полторы тысячи. Обзвонила я опять всех мастеров. Они все в отпуске. В общем, сговорились. Пошла в магазин, купила себе два лака Golden Rose. Вот этот вот 90 рублей стоит. Вот этот вот 80, по-моему. Ну, не важно. Купила себе еще пилочку 100 на 120 грит. И на всякий случай купила еще жидкость для снятия лака. Потому что та с фикс прайс мне не понравилась. Девочки, маникюр я делала почти 3 часа. Я так долго спиливала ногти. Делала все, чтобы они были ровненькие. Хотела сделать форму балерина. Но получилось то, что получилось. В общем, психанула и все сделала сама. Вот такие мы, девчонки, психанем. Можем еще и убраться в квартире. Все, мои хорошие. Побежала я мыть посуду. А вы пишите в комментариях, как вам. Ну, как по мне, получилось достойно. В фикс прайсе тишина. Жень, возьми эту корзинку. Ну, что-нибудь покупать же будем. Все растения разобрали. Так, давай туалетную бумагу нам надо взять. Ой, какие орхидейки красивые. Так хочется такую орхидейку. Красивую. Из новенького. Что тут из новенького? Наклейки из новенького. Где-то я постеры видела прям такие красивые. Хочу посмотреть. Ой, а это что такое? Для цветочных композиций. Подставка с колбами. А, все, поняла, ребят. Смотрите. Она пластиковая. Вот они, колбы. И вот так вот будет смотреться интересненько. Это что у нас? Вазы? Ой, вот такие вазочки новенькие пришли. А, это горшочки для цветов. Ну что я? И вот это вот тоже горшочки для цветов. Я так понимаю, они по 199. Ой, как же хочется мне такую вазочку. Но не буду брать. Не буду. Ну я тут нету белых. Мужских нету? А, вот такие вот, Жень, смотри. Нет, это черные. Так это не столько черные. Нет, я такие. А их даже не будет видно, Жень, что это. А, не хочешь такие? Ну смотри. Ты, может, такие взял бы. Какие? Прям совсем. Ну, если тебе надо, возьми. Жень, ну если надо, возьми. О, девчонки, смотрите, какие носочки прикольные. 77 рублей одна пара. Здесь прозрачные у них. Классненько. Ой, есть такие еще серенькие. Ну правда, что-то 77 рублей были бы хотя бы 55. А, у них оторвано здесь, ну ясно. Эко-бум. 24 рулона. Эконом-формат. Белоснежная и мягкая. Два слоя. Почему ты говоришь фигня? Мне кажется, нормально. Ты слова начал забывать. Ты себе хотел взять? Нет. Реально? Ну да, тут развивают интеллект. Ну бери, будем развивать. Почему нет? Про жирафика вам тоже. Про жирафика хочешь? Ну бери про жирафика. Ой, пандочка, пандочка. Красная панда. Давай. Их мало оставить. Да. Блудов не хочу. Ну давай, я себе возьму. Я лисичка, а ты себе жирафика возьмешь. Еще котик есть. Котик? Котик. Хочешь котика? Котик. Цветочек. Ну это нашей кори надо взять. Я котик. Что с вами есть? Женя, с канцелярией ничего не надо. Посмотри, вон тетрадки какие есть, по 48 листов. А, литература. Нет, у вас таких предметов нет. Ой, это что такое? Подходит для планшетов и телефонов. Это подставка. А, универсальная подставка, 299 рублей. Ой, Жень, пенал надо в университет? Да. Да, вас не заставляют с пеналами ходить? Какой-нибудь веселенький выбери. Вот такой. Ой, вот. Да, да, и книжечку про лисенка. А все девчонки у нас сидят, открывают, что-нибудь прячут в пенал, какие-нибудь шпаргалки на сайте, тесты там писать. Угодно, кстати, на самом деле. Ой, фломастерами будешь рисовать? Смотри, как красиво. На 1 сентября тебе подарю. Да. На третий курс пойдешь, я тебе подарок сделаю. Хорошо. И пенальчик. Спасибо. Пожалуйста. Доброе же у тебя, мама. Еще бы. Угу. Вот стени его. Органы лепить буду. Ну, ты напишешь, что ты хочешь, я тебе на 1 сентября соберу подарок. Ластики там, органы будешь лепить. Из новиночек увидела набор лотков для кухни. Вот так вот, смотрите, варианты укладки. А, вспомнила. Были у нас такие, были. В сером цвете есть. Есть в таком бежевом цвете. Так, по поводу вот этой посуды, которая содержит меланин. Девочки, не берите. Опасно для здоровья. При нагревании выделяют формальдегид. Так что ни в коем случае, даже если просто для дома берете, не для пищи. А уж для пищи тем более не берите. Не надо. Ой, это у нас что такое? Какие-то коробочки. Набор форм для выпекания с крышками. 6 штучек. Пластиковые. Что еще интересного? Так, подставки для яиц были. Бульонница с ручками. Хорошо смотрится. 500 мл. 240 рублей. Еще что новенького? Это было. Это было. Из посуды вроде больше ничего новенького не вижу. Мельнички. По 155 и по 199. И вот блюдо еще. 249. Девочки, я вот такую бутылку увидела. На литр 80. Сын мне не разрешает ее купить. Сказал, нечего. А я хочу. Я хочу такую бутылку. Я хочу такую бутылку. Пришли с сыном в Эль-Сити. Ничего он мне не дает покупать. Выгнал меня с фикс прайса. Сказал, все необходимое взяли, хватит. Ну, кстати, по поводу Колгейт. Там он в фикс прайсе круглый. Здесь он идет вот в такой плоской бутылке. По-моему, то, что продают в фикс прайсе, это маленько не то, что продают в других магазинах. И здесь он стоит 160 рублей. Ну, что, Жень, нашел что-нибудь? Я себе пергамент взяла. Можно? Можно, спасибо. Решила взять? Нет, просто нехаю. А вот смотри, какой-то новенький. Ищи-то отходят. А, ты Африку нюхаешь? Нет. Ну и как? Не знаю. А у тебя заканчивается дезодорант? Да пока есть. Ну, давай я на закупках тебе закажу. Просто новое смотрю. Ну, ладно, смотри. Я тоже хочу что-нибудь посмотреть. Ничего. Вот нельзя с мужиками ходить по магазинам. Нельзя. Девочки, лучше вот взять деньги и идти одной. Все. Я это точно знаю. Ой, какие-то у нас тут гели для душа появились. Суперфуд по 129. Я вот этой вот фирмой все никак не могу воспользоваться. Говорят, хорошие у меня все руки-то 9 доходят. Потому что у меня куча, думаю, гелей разных. Куча. О, гель для душа. Вот такие вот молекулы какая-то. 319. Мне в такие магазины вообще нельзя пускать. Я не знаю, сандал растения. Сандал вкусно пахнет. Это я знаю. Церковь. А, там ладаном пахнет. Перекуталась с сандалом. Какой же? Нет, сандалы ладан, это разное. Нет, это ладан. Слушай, надо погуглить, что такое сандал. Спит, думаешь? Давай посмотрим. Ждет. Маруська, ждешь? Ты моя рыбка. Обои оторвала и довольная. Ты довольная? Че чавкаешь-то, ела что-то или че? Мы с фикс прайса пришли. Сейчас будем показывать, че купили. Будешь смотреть, че купили? Или ты кушать? Общий носок. Женя, ну разве можно так разговаривать? Можно. Нельзя. Хотела немного отдохнуть, но сын сказал нам, давай иди снимай. Так, показываю, что купили. В Эль-Сити сын себе взял вот такие станки. 74 рубля. Они стоят здесь 5 штучек. Я себе маску взяла, хот-терапи мою любимую, со скидкой 203 рубля. И за 54,50 я взяла пергамент. Так, дальше. В фикс прайсе взяли туалетную бумагу. Она, сейчас скажу, сколько стоит. Не помнишь, Жень, сколько бумага стоит? 200. 200? А сейчас посмотрим. 199, да. 149. Чай Тесс. Дальше. Вот тот самый Колгейт Плакс. Видите? Здесь он в круглой банке. Меня как-то настораживает. По-моему, вот все, что продается в фикс прайсе. Или это специально для фикс прайс делают такое. Ну, или я не знаю. Или это такая подделка. Так, Колгейт обошелся в 99 рублей. Дальше. Зубная паста. Взяли вот такую вот Профешнл. Так. Профессиональное глубокое очищение. Формула с микрочастицами угля борется с налетом даже в межзубных промежутках. Так, надо ее открыть, посмотреть, что она себе представляет. У меня так-то еще есть зубная паста? Ну, сын говорит, мам, давай возьмем, пусть будет. Так. А, вот она вот так вот открывается. И сама она белая. Где там какие микрочастицы? Я не вижу. А, ну вот, есть какая-то частичка. Так, ладненько. Ну, такое ощущение, как будто она не полная. По-моему, ей уже кто-то пользовался. И сын себе еще купил вот такой горячий шоколад. С ароматом сливок. 10 саши. И по стоимости этот горячий шоколад стоит 55 рублей всего. Ну, ладно, ладно. Хотела уже повозмущаться. Мне так ничего не дал купить, а себе так горячий шоколад взял. Так, получается. Себе, не себе, а нам. Ну, хорошо, не себе, а нам. Так, здесь мы потратили 601 рубль. Что-то пипец, как дорого. И 350 рублей мы потратили в Эль-Сити. Ну, ладненько, пошли мы пить горячий шоколад. Сегодня решили на ужин ничего такого мясного не делать, потому что я вчера заходила в магазин и купила сало. Какое же оно вкусное. Я уже давно не ела сало, а тут, вот знаете, это просто, ну, я не знаю, это шедевр какой-то. Вот продавец мне сразу сказала, девушка, берите. Там берут прямо, знаете, вот такими шматками. Я взяла немного. Мы вчера поели, вот сейчас доедаем. Завтра хочу сходить опять в магазин и еще купить сало. Так, по поводу какао. Ой, горячего шоколада. Сын много воды налил, поэтому не очень насыщенный вкус. Нужно поменьше. Здесь кружка большая, аж 350 миллилитров. Но по вкусу нормально. Ну, и картошечка. Вот к салу явно не хватает рюмочки. Все, мои хорошие, мы будем ужинать. На сегодня уже буду влог заканчивать. У меня уже прям текут слюнки. Скорее бы уже еще кусочек сальца съесть. Кто любит сало, ставьте лайки, пишите комментарии. А я вас всех обняла. И до новых встреч на моем канале. Ваша Лена. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok